Сегодня совместный рейд по елочным базарам Ленинского округа совершили представители сразу четырех ведомств. Администрация Омска, Россельхознадзора, Управление лесного хозяйства и полиция. Дело в том, что 128 елочных базаров официально открыли в Омске в преддверии Нового года. Однако торговых точек возможно больше. Зарабатывать деньги на счастье людей вышли нелегалы. Сколько их и какой товар вообще предлагают омичам в этом году? Итоги рейда в нашем материале. Нельзя вынуждены как-то вот это делать. Что вынуждены? Что я уже торгую, уже занял место и к вам сейчас хотел. Почему на аукционе не часто? Разрешения на торговлю новогодними деревьями у Максима Степанова нет. Поэтому он скромно просит сотрудников администрации дать такое разрешение сейчас, постфактум. Иначе товар пропадет, а с ним и выручка 30 тысяч рублей. Аукцион Степанов не проходил из-за долгов. Не успел оплатить налоги вовремя. И так получилось, что у меня елочки уже были в тот момент. Давно елками стали заниматься? Да нет. Вот. В том году раз и в этом году. Второй раз. Так скажем. А в том году где продавали? В каком виде? В том году на телевизионке. Я не помню. Демена Бедного. Ну как бы все успел оформить вовремя. Просто вот так. В том году? Да. Вместо разрешения – протокол. Подозрительными участникам рейда показались и документы на товар. Из них непонятно, откуда он и печати нет. Задача сотрудника Россельхознадзора – внешне определить, заражены ли деревья. Самое интересное для меня – личиночные отверстия выходящих насекомых. Возможно, могут быть яйцекладки, бабочек, вредители карантинного значения, которые летают. Вредители леса, портят деревья, наносят экономический вред лесному хозяйству, говорят специалисты. И поскольку их в нашем регионе нет, завести их могут из соседних. В этом году хвойные привозят из Челябинска и Пермского края. В ходе рейда устанавливаем факты возможного ввоза новогодних деревьев из других регионов. Пока, по крайней мере, выявлено одно нарушение. Заключается нарушение в том, что индивидуальный предприниматель ввез из другого региона новогодние деревья и неизвестил федеральные органы исполнительной власти о поступлении под карантинную продукцию и высокого фитосанитарного риска. Продавцы, которые официально торгуют на ленинском рынке, проверкам только рады. Такие рейды помогают торговле. Половина нелегалов сейчас занимается. Потому что сейчас не русские, они в основном этим занимаются. Начали в том году, они не дают ни продать, ничего. Они вот и левую елку где-то берут, и без документов по 300 рублей ее отдают. И невыгодно, мы теряем много. В елочном бизнесе, говорят продавцы, много конкурентов-перекупщиков. Много и тех, кто незаконно рубит деревья. В 2013 году выявлено 7 фактов, в 2014-м 8 фактов. Уже за этот только начавшийся сезон 2 факта незаконной заготовки ели, сосны и пихты. Ответственность не только административная наступает в случае незаконной заготовки новогодних елей и вообще незаконной вырубки деревьев, хвойных пород. Ну и уголовная ответственность – это до трех лет лишения свободы. Документы проверили и у Ивана Зиминца. Мужчина-продавец опытный. Зеленых красавец предлагает населению уже третий год. Документы и товар в порядке. В прошлом году проверяли шесть раз, я его так помню. Сегодня уже третий день. Мы стоим сегодня в пятый день, и третий раз все эти пришли. Ну, первое, участковый пришел, проверил, потом еще с налоговой приезжал, посмотрели документы. Но я так думаю, в течение до конца года, еще здесь осталось 15 дней, может кто-нибудь еще подойдет, поинтересуется. Документы смотрят только сотрудники ведомств, говорит Иван Зиминц. Покупателей зеленые иголки интересуют больше, чем белые листы. Единственное, иногда спрашивают копию чека продажи вот этого, потому что если они куда-то поедут, где-то могут остановить, если елка, вот это мы выписываем, мы выдаем копию чека. А так, на счет документов никто не интересуется и с покупателями. Зачем документы, не поняла покупательница Любовь Альбертовна. Какие тут документы? Если предложили дешевле, не забудешь, что продаете документы, спроси. Потому что елка устраивает тебя по цене. Поэтому у нас так все и происходит, потому что у нас денег нету в карманах. 50 тысяч новогодних деревьев срубили лесные хозяйства в этом сезоне. Каждый год заготовки сокращаются, так как падать спрос, говорят специалисты управления лесного хозяйства. Вопреки этому людей, которые незаконно наживаются на счастье взрослых и детей, становится больше.